Дамы, всем добрый день! Я Лада Христиенко, мастер лоскутных одеял, создатель и продюсер Академии лоскутного шитья. Сегодня у нас вторник, 25 декабря, 115-й лоскутный эфир предпоследнего года. Я думаю, что вы уже сделали и купили подарки всем своим родным и близким. Ну а сейчас мы поговорим о совершенно простой вещи, как эти подарки упаковать. Как избежать затрат на огромное количество всей этой упаковочной мишуры, не тратить денег, не загрязнять планету и так далее. И сейчас мы с вами создадим мешок самозавяз. Что это такое, я сейчас покажу. Вот мешок самозавяз, новогодний, который живет у меня с прошлого года. Самозавяз – это значит, мы вот так тянем, и он завязывается сам. Очень удобный мешок для новогодних подарков, для таскания сменки, что я и делала, впрочем, с этим мешком целый год, для хранения лоскутных одеял, для хранения демисезонных вещей. Короче, мешочек удобный для сипов, в том числе для хранения наушников от телефона. Как шить такой мешок? Это очень просто. Надо сделать всего лишь пять простых шагов. Какие это простые шаги, я вам сейчас расскажу. Ну, во-первых, из чего шить мешок для подарков? Мешок для подарков можно шить из чего угодно. Можно шить его из новой ткани, можно шить его из чего-то старого. Ну, поскольку мы с вами борцы за экологию, мы сейчас сошьем такой мешочек из старой мужской футболки. А старых мужских футболков. Вот мой муж, допустим, работает дизайнером в очень крупном московском рекламном агентстве, поскольку у них много всего яркого и цветного, он ходит на работу исключительно в темно-синих футболках и темно-синих джинсах. Ну, иначе просто крыша съедет, потому что там просто все очень просто. Вопрос. Как из старой мужской футболки сшить такой мешок для подарков, чтобы не стыдно было в нем подарок подарить? Сейчас мы с вами этим займемся. Первое. В закромах нашей родины разыскиваем какую-нибудь старую мужскую футболку. Она должна быть не обязательно синий, не обязательно красный, она может быть любого цвета. Что делать дальше, я вам сейчас покажу. Смотрите. Первое, что я сделала, ну, сейчас я вырезала кусок из спины этой футболки, как вы догадываетесь, да? Сначала я эту футболку проглажу хорошим утюгом, горячим спортом. Вот, я сейчас ее просто глажу, как вы видите. Сейчас я из этой футболки вырежу подходящие части. Ну, прежде чем вырезать, я спроектирую, какой мешок у меня должен быть. Посмотрите. Значит, у меня мешок должен загибаться вот здесь, с верхнего края, вот с этого. Ну, и с другой стороны, естественно, да? То есть, я хочу мешок вертикальный, горизонтальный какой. Сначала я проектирую, какой мешок мне нужен. После того, как я поняла, какой же мешок мне нужен. Посмотрите, я вот разложила полотно вот этой футболки. Здесь есть какие-то части не очень красивые, может быть, порванные, может быть, в пятнах. И, конечно, мы с вами это вырежем. После этого я возьму нож и пройдусь по этой футболочке вот таким образом. с этой стороны, посмотрите. То есть, я все выравниваю. Очень аккуратненько, ровно, я эту футболку вырезаю. Два самых главных шага нахождения футболки и вырезания мешка мы с вами уже сделали. Вопрос. Что делать вот с этими хвостиками? Конечно, рука тянется. Их выбросить? Можете выбросить. Вопрос. Я вам подскажу. Через какое-то время мы с вами в лоскутном эфире будем шить вот такой коврик. Кто меня спрашивал, на чем спит мой кот? Мой кот спит вот на таком коврике. Он сделал с техники липочиха. Поэтому вот эти хвосты, если у вас останутся, не выбрасывайте. Они нам еще пригодятся. Они все уйдут в этот коврик. Поэтому коврик и хвосты мы тихонечко откладываем и начинаем заниматься третьим шагом составления нашего лоскутного мешка. Нежели, чем мы начнем сшивать лоскутный мешок, нам надо подумать, что нам может служить ленточкой для завязывания лоскутного мешка. Пространство вариантов у нас здесь огромное. Ленточка для завязывания лоскутного мешка. Может служить капромовая ленточка. Может служить другого типа. Ну, шелковая назовем так ленточка. Завязкой для мешка, если вы делаете, допустим, его из более грубой ткани, ну, например, с джинсов, может послужить обычная вельевая веревка. Вот, это вельевая веревка из магазина. Она стоит копейки, я вас уверяю. Ну, и в принципе, если вот вам надо срочно-срочно делать завязку для мешка, а никаких ленточек по странному стечению обстоятельств дома не оказалось, загляните в хозяйство вашего мужа. Наверняка там может лежать какая-нибудь вот такая лента, хозяйственная, веревка хозяйственная, как бы, которую тоже можно использовать для мешка. Итак, смотрите, что я делаю. Первая ленточку я выбрала. Я взяла вот такую зелененькую. Сколько мне нужно ленточки? Посмотрите, я отмеряю. Раз и два. Поскольку у меня каждая ленточка будет сложена два раза. Видите? Вот так. И вторую ленточку я меряю по первой. Вот так. То есть, одна ленточка у меня будет в эту сторону смотреть, другая ленточка-завязка будет смотреть в эту сторону. Уже понятно, что ленточка толстая. Значит, вот эта кулиска должна быть тоже достаточно широкой для того, чтобы лента свободно ходила. И сейчас мы с вами подготовим. Вот я пошла на утюг, посмотрите. Подготовим наш край для пришивания. Смотрите, что я делаю. Я загибаю примерно полсантиметра. Ну или 0,7. Узкий краешек. Вот так заглаживаю. Видите? И второй раз я оставляю кулиску ну примерно полтора-два сантиметра. Видно? Посмотрите. Вот. Заглаживаю. Если я не очень уверена в том, что моя заглаженность сохранится, то вот так булавочками перпендикулярно к линии шва, посмотрите, я прикалываю эту заглаженную кулиску. Обратите внимание, что швы вот с этой стороны я не стала обрабатывать. Это связано с тем, что это у меня трикотаж, и он мало сыпется. Точно так же я повторяю операцию. Вам хорошо видно, да? Посмотрите. Я повторяю операцию с заглаживанием на другой стороне моего мешочка. Заворачиваю вот сюда. И утюжком с паром. Лучше не вводить утюг, а просто ставить, как слонопотам. Вот так тап. Тап. Посмотрите. У меня хорошо загладилось. И точно так же. Вот я сейчас утюжок поставлю. Посмотрите. Видно, да? Еще парку так поддам. Все. Посмотрите. У меня все ровненько загладилось. Калываю три булавочки. Ну, сколько хотите. Можно одну, можно две, можно четыре. И вот сейчас я пойду на швейную машинку, чтобы пришить кулиску. Перед тем, как пришивать кулиску, обратим внимание на один важный момент. Мешок у меня темно-синий. Но в силу несовершенства этого мира в моем хозяйстве не обнаружилось темно-синих ниток. Ничуть не сомневаясь, я поставила коричневые нитки. Посмотрите. Вниз и вверх как бы. Можно поставить черные, можно поставить темно-темно-зеленые. Кстати, у меня темно-зеленые тоже где-то есть. И вот сейчас я пришиваю кулиску. Посмотрите внимательно, что я делаю. Наклоняю кран. Видно, да? Посмотрите, вот у меня заглаженная, я с изнаночной стороны нахожусь, заглаженная уже кулисочка. Я аккуратненько ставлю иголочку, обрезаю нитку и закрепляюсь. Закрепляюсь я просто делаю два шага назад. Видите? И вот сейчас я аккуратно, буквально в миллиметре от края, прохожу прямым швом вот эту вот кулиску. Закрепляюсь. Обрезала нитку. Так, сейчас я сразу булавочки кладу в игольницу. Вот, посмотрите. Очень аккуратно. Здесь темно, но попробуйте все-таки посмотреть. Аккуратно, ровно я эту кулисочку пришила. Точно так же я поступаю с кулиской с другой стороны. Смотрите еще раз. Я не спеша вкалываю иголочку, обрезаю нитку, закрепляюсь. И теперь иду вдоль вот этой линии, подвернутой кулиске. Закрепилась, удалила иголочки. Посмотрите, у меня готово, готово две кулиски. Я их сейчас, если я их сейчас вот так сложу и сошью по боковому шву, у меня уже будет готов мешок. Но поскольку этот мешок все-таки новогодний, чего-то тянет сюда красивое пришить. Насчет красивое пришить сейчас поговорим. Так, насчет красивое пришить. Мы можем наш пока еще совершенно невзрачный мешочек украсить кружевом. Или вот таким кружевом, допустим. Или вот таким кружевом. Каким угодно кружевом. Мы можем украсить ленточками. Нашить ленточки. Нашить красивую тесьму. Вот посмотрите, например, белая с голубой. К примеру, сочетатель. Ну, это если бы для девочек. Ну, помимо, если тесьмы нет, помните, мы шили елку в лоскутной открытке. Мы пришивали тесьму для елки. Точно так же здесь можно пришить несколько слоев красивой тесьмы. Пожалуйста, как бы это все ваши варианты. Ну, и помимо этого мы можем украсить этот мешочек аппликацией. Обычно у нас остаются вот всякие кусочки. Ну, всякие разные. Вот сейчас я к этому мешочку очень быстро и просто пришью полоску. Ну, я даже не назову это аппликацией. Я просто пришью полоску ткани. Посмотрите, что я сделаю. Вот у меня полосочка ткани. Я думаю, что она должна находиться вот здесь. Сейчас я беру мелок. 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 Мелок от меня спрятался. Вот он. Сейчас я беру мелок и размечаю, что пришивать я буду примерно вот сюда. Примерно вот сюда. И сейчас только с одной стороны мешка на швейной машинке я аккуратненько вот эту вот полосочку аппликаций пришью. Смотрите. Так, пришиваем полоску аппликации. Ставим огоньку, обрезаем нитку, убираем хвостики, выкрепляемся и с припуском 6 мм проходим. Теперь мы отворачиваем аппликацию вот сюда и гладим. Видно, что я делаю, да? Хорошо. Посмотрите, я прогладила. Мне повезло, у меня полоска ткани заканчивается кромкой, поэтому я не буду ее подгибать, а пришью просто так. Но если у вас полоска вот такой ткани заканчивается не кромкой, вы просто ее вот так подогнете, пригладите эту кромочку утюгом и теперь так же, как я, пришью. Смотрите, сначала я пригладила утюгом эту кромочку вот так. Если надо, вот тут можно приколоть иголочками. А теперь очень близко к краю, вот так вот, я сейчас ее пришью той же темной ниткой, что у меня не стоит. Поехали! Вот, я пришила свою тканевую аппликацию. Теперь наступает последний этап, точнее предпоследний. Моя задача сшить боковые швы. Обратите внимание, я начинаю сшивать боковой шов не сверху, потому что иначе я его зашью, а вот с той точки, где заканчивается кулиска. Вот с этой точки. Вот с этой точки, где заканчивается кулиска. Посмотри. У меня трикотаж, он мало сыпется. Я ставлю иголку вот сюда, обрезаю нитку, скрепляюсь и с припуском 6 мм. Закрепилось. Вот то, что торчит вот здесь, остатки от тканевой аппликации, я просто аккуратно обрежу. Точно так же с другой стороны. Посмотрите. я совмещаю кулиски вот в эту точку, где у меня шов, скалываю иголку, вот в эту точку. Посмотрите. И теперь так, обрезалась, закрепилась, с припуском 6 мм пошла. Закрепилась. Обрезала тканевую аппликацию. Посмотрите. Я сделала всего 2 шва. Это быстро. То есть это быстрее гораздо на самом деле, чем я объясняю. Теперь я выворачиваю свой мешочек. Посмотрите. У меня получился чудненький мешочек. И мне осталось, сейчас я его проглажу, чтобы он был красивым. И мне сейчас осталось вдеть заранее заранее подготовленную веревочку. Что я сейчас прямо на ваших глазах и сделаю. Смотрите. Я беру веревку. Ой! Я беру веревку. Вот она у меня. У меня их 2. Обратите внимание. Сейчас будет важный момент. И беру булавку. Ну, обычную английскую булавку, которые вставляют резинку в туфу. Цепляю булавочкой шнурок. И сначала вот с этой стороны легко и быстро я пропихиваю шнурок. Достала. Теперь, внимание, важный момент. Отстегиваю булавку. Собместила два конца шнура. Завязала. И при помощи... Вообще, можно даже обрезать вот так вот, если шнур уж сильно у вас торчит. поскольку шнур у меня капроновый, он будет сыпаться. Но при помощи спичек я его сейчас обожгу. Вот так. И сыпаться он больше никогда-никогда не будет. Посмотрите, я привела веревочку, шнурок с одной стороны. А теперь я буду заводить веревку, чтобы у меня получился самозавяз. С другой стороны. То есть, я повторяю операцию, но вхожу уже не с той стороны, где у меня узелок, а вот с этой стороны, с противоположной. Видите? И точно так же я протягиваю шнур через кулиску. Это быстро. Вот мы с вами протянули шнурочек. Вот он у нас вышел. Смотрите. И сейчас я точно так же вот так завяжу. Одну секунду я сейчас отвечу. Людмила, я перезвоню две минуты. вот так я завязала, посмотрите, затянула узелочек, обрезала ненужные хвосты, и чтобы они не сыпались, при помощи печки их обожгла. момент. Наш мешок готов. Готов. войдем сюда в подарок. Если мы хотим, мы сошьем мешочек побольше. Если у нас большой подарок, мы сошьем мешочек еще побольше. Поэтому вот мешок. Готовьтесь к новому дуну. в следующем эфире в четверг я вам расскажу о более изысканных вариациях создания этих мешков. На самом деле вы уже готовы. Мешок самозавяз для подарков. Это был 115 Воскутный эфир. С вами была Лада Христенко, мастер Воскутных одеял. Всем удачного дня!